За три дня 20 материалов об административном правонарушении. С 17 по 19 июля инспекторы Охотнадзора совместно с сотрудниками полиции провели рейдовый выезд по вятке ее окрестностям. Целью инспектирования стала проверка соблюдения гражданами правил охоты и рыболовства. Валентина Палкина подробнее. Средь бела дня, ничуть не смущаясь, браконьеры выставляют сеть. Незадачливым рыбакам невдомек, что за ними пристально наблюдают инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции. И сейчас нарушители не только лишатся богатого улова. Им придется и уничтожить снасти, и заплатить штраф. Доброе утро, товарищи браконьеры. Охотнадзор вас беспокоит. Сеть достаем. За три дня проверяющие успели побывать в четырех районах области. На Линском, Лебяжском, Советском и Арбашском. И в первый же вечер составлено три административных протокола за нарушение правил рыболовства – лов рыбы сетями. Плавная сеть длиной 100 и более метров, высота ее 3 метра. И вот такой сетью перегораживает реку, и в этой сети плывут. Почему она и называется плавная. И вся рыба попадает в сеть. Воровское отношение как к нашей природе, так и наплевательское отношение к окружающим. Хотя нарушителей достаточно много, было составлено 20 протоколов, инспекторы охотнадзора убедились, основная масса рыбаков против таких варварских методов лова. Жаль только, что не удается убедить в этом законодателей. Инициативу с мест на запрет продажи сетей депутаты почему-то не поддерживают. А браконьерство уже становится бедствием всероссийского масштаба. До этого выходила Оренбургская Государственная Дума, Самарская. Нас поддержало несколько регионов, инициативу Кировского законодательного собрания. Но в очередной раз Государственная Дума этот законопроект о запрете свободной продажи сетей не утвердила. Отметим, что за нарушение правил рыболовства браконьерам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Также нарушителям будут предъявлены иски за причиненный ущерб государству. А Кировское охотуправление и сотрудники ОМВД продолжат практику совместных рейдов в других районах. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Продолжение следует...